Итак, давайте рассмотрим некоторые методы у строк. В качестве примера будем рассматривать две строчки S и P. Строка S состоит из больших и маленьких букв ATGC. Строка P состоит из двух маленьких букв C. Первый метод — это метод Upper, который заменяет все маленькие буквы строчки S на большие символы. Большие буквы. При этом, если есть какие-то символы, которые не являются буквами, то они остаются прежними. Метод Lower делает противоположную вещь. Он все большие буквы заменяет на маленькие буквы. То есть, например, в случае нашей строки S у нас там было два больших символа, две большие буквы, TGC, и они в результате стали маленькими. При этом, сама строка S на самом деле остается неизменной, но результат выполнения функции возвращается наружу. То есть, мы можем использовать это как-то так. Результат равно S.Lower. Следующий метод, метод Count, который мы уже использовали, он позволяет сосчитать, сколько раз под строка P встречается в нашей строке S. То есть, сколько раз вот это вот в нашем случае два символа C встречаются в строке S. Ну, один раз всего происходит такая, в нашем случае встречается всего один раз. В более общем случае встречаться может несколько раз, но считаются только не перекрывающиеся вхождения. То есть, если у нас была бы строка S, состоящая из трех символов, давайте из четырех символов, C маленькая, мы в ней искали бы, сколько раз входит строка C, C, то результатом было бы два. Вот такие вот два не перекрывающиеся вхождения. Еще одно вхождение вот такое вот не рассматривается, потому что оно перекрывается с первым вхождением. А вот здесь в таком случае было бы два. Следующий метод find позволяет найти позицию первого вхождения строки P в строчку S. То есть, для нашего примера мы нашли вот, что здесь у нас происходит первое вхождение. Давайте посмотрим какой-то индекс. 0, 1, 2, 3. Значит, это третья позиция. Начиная с третьего индекса произошло первое вхождение строки P в строчку S. Значит, результат будет тройка. Если бы строка P не присутствовала в строке S, то результат в таком случае будет минус единица. Однако, если мы хотим проверить именно такое свойство, входит строка или не входит, как под строка в нашу строку, то лучше использовать конструкцию if некая строка, которую мы проверяем, что она входит в нашу строку, in S. То есть, вместо того, чтобы писать S.find tg равно минус 1, мы напишем подобную конструкцию и далее будем делать, если встречается. То есть, результат будет истинно здесь, если tg встречается в строке S ложь, соответственно, если не встречается. И такая конструкция рекомендуется для проверки вхождения по строке в строку. Вместо использования метода find. Наконец, метод replace, который мы рассмотрим также, позволяет заменить все вхождения первой строчки на вторую строчку внутри нашей строки S. То есть, мы берем нашу строку изначальную, atgcc, и заменяем все маленькие символы C на большие символы C. Результат получается вот такой вот. Опять же, сама строка S при этом остается неизменной. То есть, после вызова функции S.replace, S останется изначально. То есть, atgcc. Но результат функции S.replace мы можем вывести на экран, либо записать в какую-то переменную и дальше использовать. Мы можем также использовать несколько вызовов функции. Это, в принципе, верно всегда, не только для строк. Но давайте рассмотрим на примере строк, как это может происходить. Пускай у нас есть такая строка S. И что будет в результате? Давайте посмотрим, что будет в результате вот такого вот вызова методов. Мы сначала берем изначальную строку и вызываем у нее метод upper. В результате мы получим во всей нашей строке S заменится, ну не заменится, мы получим результат. Выполнение вот этого первого вызова функции будет та же самая строка, где все символы большие буквы. И в этой строке, где все буквы мы маленькие изменили на большие, мы ищем вхождение вот такой строки. gt.upper Это, собственно говоря, тоже строчка, где все символы большие. То есть, это строка gt большая. И мы смотрим, сколько раз в нашей строке, где все символы большие, встречается другая строка тоже, где все символы большие теперь. Ну, это у нас получится два раза. Вот эти вот будут два символа gt большая. И вот эти вот два символа будут gt большая. Поэтому результат будет двойка. Продолжение следует... Продолжение следует...